Глава 5. Принятие ярма неба Глава 6. Принятие ярма неба Глава 6. Принять из сердца эгоизм, поскольку им движет собственное психологическое и интеллектуальное одобрение заповедей, это способствует росту высокомерия и надменности, что противоречит и его предназначению и цели создания самого мира. Вот почему Моисей заповедал Израилю ходить всеми божьими путями и держаться его. Дворим 11.22 Комментарий Ибн Эзры на этот стих был краток и загадочен. «Здесь великая тайна». Это все, что сказал великий комментатор Ибн Эзра, оставив великую тайну и в собственном комментарии. Однако Ави Эзер в своем замечательном толковании Ибн Эзры озвучил чрезвычайно важную мысль. Каждый еврей должен начертать на своем сердце следующий принцип. Ибн Эзра прав, когда называет преданность Божьим качеством тайной. «Огромный секрет состоит в том, чтобы знать, как держаться этих качеств и не перепутать их, чтобы не быть милосердным, когда требуется гнев, как с учеником или грешником, чтобы не быть скромным, когда требуется гордость или месть, как в случае с Пинхасом». Очень немногие способны выбирать правильное качество безошибочно. Никто не превосходит их величием на этой земле. Как же верен комментарий Ави Эзера? Он совершенно точно определил суть того зла, что оскверняет еврея и отделяет его от Небесного Отца. Бог дал своему народу Израилю истинную, надежную, чистую и совершенную Тору. Так мы читаем. «Слово Господа чисто» Таилим 18, дробь 31 Слова Господа чисты, слова, как серебро, испытанное в горниле на земле, очищенное семь раз, там же 12, дробь 7 Твое Слово чисто в высшей степени, там же 119, дробь 140 А также Закон Господа совершенен, восстанавливает душу, там же 19, дробь 8 Совершенная Тора состоит из двух групп учений Во-первых, это идеи, ценности и качества Во-вторых, практические заповеди, которым должен следовать еврей Первая группа – это ядро Торы Учения этой группы освещают наш путь и пути Бога, которым мы должны следовать Именно эту группу Тора называет словом «дерех» – «путь», как в выражении «ходить Божьими путями» Дворим 26, дробь 17 Рамбан так объясняет эту фразу Делать то, что правильно и хорошо, и совершать добрые дела Именно пути Бога помогают нам подражать Ему Человек обязан изучить эти пути и ходить по ним Сифри Экеф 49 Если ты захочешь узнать того, чье слово привело к существованию мира Изучай Митраж, ибо через него ты узнаешь Бога и будешь держаться Его путей Если ты выполнишь свой долг, я выполню свой Сифри там же также комментирует «Ходить всеми Божьими путями» Дворим 11, дробь 22 Это пути Бога, как сказано Господь, Господь, Бог, милостивый и милосердный Долготерпеливый и богатый благостью и истиной Шмот 34, дробь 6 Также сказано Будет так, что Всякий, кто призовет имя Господа, спасется Иоиль 2, дробь 32 Как человек может призывать имя Господа? Как Бог назван милостивым и милосердным, Так и мы должны быть милостивыми и милосердными Как Бог назван праведным, так и мы должны быть праведными Также сказано Всякого, кто призывает мое имя, я сотворил, образовал и устроил для моей собственной славы Исайя 43, дробь 7 И Господь создал все ради своего собственного предназначения Притчи 16, дробь 4 Тора призывает нас узнать Божьи черты личности, мысли и идеи, хорошо изучить их, затем ходить Божьими путями Ритуальное поклонение – это лишь внешнее выражение внутренней идеи Путь еврея определяет именно понятийная система, лежащая в основе Торы Если человек не понимает какую-то заповедь или идею, стоящую за ней, или, что хуже, он усвоил чуждые, искаженные понятия и идеи Тогда, выполняя заповедь как внешнюю форму, он лишь еще больше сбивается с пути Или даже, не дай Бог, противоречит вечной истине Бога Он не благословляет Бога, но проклинает Его Смотри, Бава Кама 94, Алиф Именно в этом смысле Тора предписывает нам держаться Его Дворим 11, дробь 22 Как и объясняют Ибн Эзра и Ави Эзер Нельзя менять местами Божьи качества, принимая их в неправильное время, в неправильном месте И уж тем более недопустимо игнорировать, искажать и подделывать Божьи качества Из интеллектуального противостояния им или просто из личных антипатий Чтобы последовать за Богом и принять ярмо неба Еврей должен смиренно принять заповедь во всех ее подробностях В точности так, как заповедал Бог Хотя что-то в заповеди может противоречить мнению этого мира Или собственному мироощущению еврея Не человек, а Бог определяет религиозные понятия, заповеди и ценности Только Он определяет, что именно является добротой, справедливостью, честностью и милосердием Может случиться так, что человек пренебрежет некоторыми заповедями Бога Или какая-то из них вступит в противоречие с тем, что лично Он считает добротой и милосердием Однако, если человек отвергает качества и мысли нашего Небесного Отца в том виде, как Он их определил То сколько бы обрядов такой человек не исполнял, он уже не соблюдает заповеди Его нельзя назвать тем, кто исполняет заповеди Бога Такой человек делает то, что сам считает правильным Он раб самого себя Он провозглашает, что Он есть Бог Он отвергает существо Ашема Тора пренебрежительно называет уклонение от Божьего пути словом «знут» Буквально распутство Помни все заповеди Господа и исполняй их Тогда ты не будешь следовать за своим сердцем и глазами, которые увели тебя в сторону Зоним Бемидбар 15.39 Этот народ восстанет и отклонится Везанна К чужим богам земли Дворим 31.16 Ибн Эзра определяет это отклонение как мыслительный выход из сферы Бога Об этом же говорит царь Давид Ибо вот, те, кто отошли от тебя, умрут Ты уничтожишь всех тех, кто отклоняется Зонна От тебя Таилин 73.27 Снова мы видим отбрасывание Божьего ярма Это отрицание владычества Бога и самого его существования Отход от Торы Это предательство О чем мы подробнее поговорим ниже Мудрецы пишут Сифрии Дворим 32 Всем сердцем Дворим 6.5 Сердце человека не должно быть в несогласии с Богом Горе тому, кто по какой-то причине осмеливается не соглашаться с Богом И особенно печально, когда человеком движет высокомерная мысль о том, что его собственные нравственные нормы превосходят нормы того, кто создал мораль Наши мудрецы снова и снова повторяют эту важнейшую мысль, чтобы каждый еврей как следует запомнил ее Мишна учит Брахот 13 Алиф Почему в Шма абзац из второзакония 6 предшествовал абзацу из второзакония 11 Чтобы человек, во-первых, принял на себя ярмо неба и только затем ярмо заповедей Конец цитаты Почему это так важно? Создавая человека, Бог ожидал, что он будет искоренять свой эгоизм посредством исполнения Божьей воли Смиряясь перед Богом, человек освобождается от надменности и нет ничего важнее Таким образом, Бог дал Адаму только одну заповедь, в которой содержались все остальные Подчиняться Богу Бог запретил Адаму есть плоды определенного дерева Хотя эта заповедь незначительна В ней сокрыт весь мир Самоотрицание человека перед Богом Когда Адам оказался неспособен выполнить свою задачу Бог выбрал для ее исполнения еврейский народ, которому дал заповеди Когда человек исполняет заповеди для работы над собой и духовного развития Он должен понимать, что исполняет их как волю Бога, а не как собственные предпочтения Если человек соблюдает их только потому или в основном потому, что он с ними согласен в кавычках То он уже не подчиняется Богу, а исполняет собственные капризы Он не только не подавляет эгоизм, но напротив, укрепляется в нем В конце книги Вайкра сказано Вот заповеди, которые Господь заповедал Моисею для детей Израиля на горе Синай 27.34 Наши мудрецы комментируют Иерусалимский Талмуд, Шаббат 13.3 Раби Иона сказал Через грех человек не может исполнить заповедь Раби Иоса сказал Исполнение заповеди не может являться грехом Раби Ила сказал Вот заповеди, только выполнение их так, как они даны, является их исполнением Ираби Ила и Раби Йона считают, что заповедь, исполненная посредством греха, не имеет ценности Раби Йосеф Каро формулирует аналогичное предписание Если человек съел запрещенную пищу, пусть даже запрещенную только раввинами Он не может считаться в кворуме Зимун Для благословения после приема пищи Фактически благословение не зачитывается ни до, ни после приема такой пищи Шулхан Арух Орахаим 196.1 Любой из четырех видов лулав не подходит, если он украден Там же 649.1 Даже если принять точку зрения, что они подходят для других Они по-прежнему не подходят для самого вора Таким образом, даже если человек выполняет заповедь надлежащим образом, но путем греха, он не исполняет свой долг Исполнение долга – это всегда выполнение заповедей, как они даны Предположим, человек отрицает, что заповеди Торы даны Богом, но при этом он выполняет их Например, почитает родителей или дает милостыню Он делает это не потому, что это закон царя Божественный указ Синая Но потому, что он сам считает это морально приемлемым В этом случае совершенно очевидно, что его благочестие бесполезно Его благословение уже не благословение И его заповеди уже не заповеди, но богохульство Да, мудрецы учили Песахин 50 бет Что необходимо выполнять заповеди Бога даже без искренности Поскольку неискреннее выполнение приведет к искреннему выполнению Однако к нашему случаю это не относится Сейчас речь идет о той ситуации, когда человек в принципе не верит в понятие заповеди Следовательно, его действия не считаются даже неискренним выполнением Я считаю, что в Псахим говорится о том случае, когда человек выполняет заповедь В основном потому, что считает ее приемлемой Мудрецы могли согласиться с тем, что неискренне выполненная заповедь Граничит с тем, чтобы вообще не считаться заповедью Однако при этом, говорили они, человеку все равно лучше ее исполнить В этом случае хотя бы остается надежда, что со временем он начнет выполнять заповеди искренне Как приказы Бога Итак, перед тем, как принять ярмо заповедей Очень важно понять, что они являются приказами от Бога Человек должен выполнять их потому, что Бог является верховным царем царей А не из собственных побуждений и чувств Вот почему первая заповедь звучит так Слушай, о Израиль, Господь твой Бог, Господь один Дворим 6, дробь 4 Это провозглашение безусловного подчинения Божьему суверенитету и полного его принятия Тогда и только тогда еврей сможет принять ярмо заповедей из второго абзаца Шма Когда он четко осознает, что выполняемые им заповеди основаны на принятии ярма неба Теперь мы сможем понять следующий, казалось бы, загадочный текст из Хулии 139 бет Где мы находим намек на Аммана в Торе? Сказано «Ел ли ты от дерева, о котором я заповедал тебе, не есть?» Берешит 3, дробь 11 Казалось бы, непонятно, о чем здесь говорят наши мудрецы Кто вообще сказал, что в Торе что-то говорится об Аммане? И даже если так, на каком основании мы заключаем, что близость слов «Аман» и «Аммин» не случайна? Однако, если перефразировать Псалмы 19, дробь 8 «Учения наших мудрецов совершенны, восстанавливают душу» В приведенном стихе подразумевается, что Аман смог прийти к власти только путем отвержения Божьего ярма Это тот же самый грех, из-за которого Адам был изгнан из Эдема Первородный грех В конце концов, если бы в свое время царь Саул не отверг Божье ярмо И не пощадил Агага, чем нарушил Божий приказ истребить амаликитян То персидским евреям вообще ничего бы не угрожало По этой причине Раби Леви и связывает этот стих с книгой Эсфирь, а именно со стихом Бамидбар 33, дробь 55 Если ты не изгонишь жителей земли от себя, тогда те, что останутся, станут как колючки в твоих глазах Смотри, Магила 11 Алиф Позицию Раби Леви объяснил Раши Эти, персидские евреи, также были наказаны, потому что Саул пожалел амалека Другими словами, наказание Израиля через Амана напрямую связано с отказом Саула подчиниться Божьему приказу Как говорят наши мудрецы Йома 22 Бет Саул залег у потока Первая книга Самуила 15, дробь 5 Раби Мани сказал Он был занят обрядом, который совершал у потока То есть тот, что совершается после нераскрытого преступления Смотри Дворим 21, дробь 4 Когда Бог сказал Саулу Иди и порази амалека Саул ответил Если Тора требует отчета за одно нераскрытое убийство То насколько же больше мы должны будем ответить за все эти жизни Возможно, люди согрешили Но разве животные тоже? Возможно, взрослые согрешили Но разве дети тоже? Раздался небесный голос, ответив ему Не будь чрезмерно благочестивым Экклезиаст 7, дробь 16 Медраж Куэлит добавляет Не будь более благочестив, чем твой Создатель Итак, главный урок Мегилат Эстер состоит в том, что Аман То есть наказание Израиля, связанное с возвышением Амана Коренится в грехе отвержения Божьих заповедей Именно это и есть первый грех Тот грех, который уничтожил мир Грех Адама И Хулиин 139 бет Можно понимать именно в таком ключе Где Тора упоминает грех, который привел к возвышению Амана Это первородный грех, первый грех Адама Адам тоже отказался подчиниться всего лишь одной заповеди, которую получил от Бога Однако в этой заповеди содержался весь смысл смирения, как принятие ярма неба Сообщая о первородном грехе, Бог в своей мудрости сослался на Амана Цитата Ел ли ты от дерева? Наши мудрецы писали именно об этом Брахот 33 бет Если кто-то говорит Твое милосердие покоится в гнезде птицы Мы не даем ему говорить Талмуд комментирует Это потому, что он приписывает образу действий Бога милосердия В то время, как он состоит только из указаний Конец цитаты Конечно, в заповеди отпустить птицу-мать Дворим 22.6-7 Действительно проявляется милосердие Бога Однако, несмотря на это, мудрецы преподают серьезнейший урок Если человек превозносит Божьи заповеди за их милосердие в кавычках Он должен замолчать Если мы выполняем заповеди, потому что лично нам нравится их милосердие в кавычках Мы этим самым преобразуем Божьи заповеди в нечто, что зависит от человеческого одобрения А этим мы отменяем весь смысл заповеди Бог дал свои заповеди и руководящие принципы Как приказы, служащие обузданию человеческого эгоизма Если сегодня еврей выполняет определенную заповедь Потому что он интеллектуально и психологически с ней согласен То что будет завтра, когда он встретит заповедь, которую ему будет сложно принять С которой он уже не сможет согласиться в кавычках Мы собственными глазами лицезрим трагедию людей Которые перетолковали Божьи приказы в простой способ получения удовольствия За этот грех был наказан даже такой святой, как царь Давид Трактат Сота, 35 Алиф Почему был наказан царь Давид? Потому что он назвал Тору музыкой Цитата Твои постановления стали музыкой в доме моего странствования Таилим 119, дробь 54 Бог ответил Изучение Торы так сложно, что сказано Оно забывается в мгновение ока Притчи 23, дробь 5 И ты зовешь его музыкой? Конечно, царь Давид наделил Тору таким эпитетом Просто в порыве вдохновения Однако, как и в случае с птичьим гнездом из Мишны Подобная метафора таит в себе опасность Бог дал нам свои заповеди Исключительно как приказы Которые мы должны принять, исполнять и проповедовать другим Именно об этом пишут мудрецы Кедушин 31 Алиф Тот, кто получил приказ действовать И поступает согласно ему Более велик, чем тот, кто освобожден Однако действует Казалось бы, верно, как раз противоположное Достоин хвалы тот, кто, будучи освобожден от заповеди Исполняет ее добровольно Однако наши мудрецы учат Что если человек исполняет заповедь добровольно То он делает это не потому, что это заповедь Его небесное ярмо Ведь он от нее освобожден Получается, он сам принял решение Выполнять заповедь, руководствуясь свободой воли Поскольку это его личное решение Он уже не выполняет заповедь Смотри, Тософот, Кедушин 31 Алиф Правило таково Заповедь зачата, когда человек принимает ярмо неба И рождена, когда он исполняет ее Как безусловный приказ Теперь нам становится понятен комментарий Мудрецы прославили это согласие Раби Элазар сказал Когда Израиль Когда Израиль упомянул о делании Перед слышанием Небесный голос провозгласил Кто открыл моим детям этот секрет Используемый ангелами-служителями Да благословится Господь и ангелы его Крепкие силой, выполняющие его волю И тогда слышащие его слово Здесь делание предшествует слышанию Раби Хама и Раби Ханина сказали Что имеется в виду под выражением Как яблоня среди лесных деревьев Почему Израиль сравнивается с яблоней Чтобы научить Что как плоды яблони Предшествуют ее листьям Так и Израиль упоминает Делание перед слышанием Конец цитаты Саддукеи увидели Что Рава изучает Талмуд Рава сидел Держа руки под стулом Сжимая пальцы ногами И с них капала кровь Саддукеи сказали ему Вы безрассудные люди Чьи уста оказались впереди ушей И ваше безрассудство продолжается И по сей день Вы должны были сначала Выслушать Бога И принять Тору Если она понравится вам В противном случае Вы могли бы отвергнуть ее Конец цитаты Рава ответил О тех, кто поклоняется Богу невинно Сказано Притчи 11.3 Непорочность праведных поведет их О тех, кто поклоняется Богу обманом Сказано Но испорченность коварных Уничтожит их Там же Шаббат 88 Алиф Казалось бы Здесь мудрецы Явно противоречат Предыдущему источнику В котором об откровении Сказано так Бог поместил Гору над ними Как бочку И сказал им Если вы примете Тору Хорошо Если нет Вы будете здесь похоронены Конец цитаты Удивительно Чему наши мудрецы Хотели нас научить Над Израилем Нависла угроза истребления И разве они заслужили награду За слова Мы сделаем это А затем Услышим Бога Однако есть простой ответ Не подлежит сомнению Что на Синае Израиль был готов Охотно принять Тору Еще совсем недавно Они видели знамения И чудеса в Египте Руку Бога В Красном море Великое чудо Манна Когда каждый день С неба Падал хлеб В таких обстоятельствах Не сложно Принять Тору И заявить О готовности Безоговорочно Исполнить ее Однако Бог Не хотел Чтобы израильтяне Приняли Ярмо неба И заповедей В состоянии Эйфории Бог знает Наши злые Позывы И Он Прекрасно Понимал Что как только Обстоятельства Изменятся И евреи Окажутся Перед лицом Угрозы Или искушения Они тут же Забудут О своем Обещании И восстанут Против заповедей Поскольку Никогда Не принимали Их Как приказ Как часть Божьего Ярма Поэтому Бог Пригрозил им Повесив Над ними Гору Теперь у них Уже не было Выбора Они были Вынуждены Принять Тору Как ярмо Как приказ Подчиняться Которому Нужно Безоговорочно Теперь мы Понимаем Почему Шавот Называется Временем Когда Тора Была Дана А не Временем Когда Она была Принята Очевидно Что этот Праздник Побуждает Нас Вспомнить Что мы Получили Тору Какой Смысл Давать Если Затем Не Следует Принятие Однако Бог Пожелал Чтобы Принятие Осуществилось Через Давание Вне Зависимости От Желания Израиля Главное То Что Бог Дал Нам Тору Он Постановил Что Мы Должны Принять Ее И Сохранить Именно Поэтому Среди Шестисот Тринадцати Заповедей Есть Так Называемые Хуким Заповеди С первого Взгляда Лишенные Рационального Смысла Например Рыжей Телице Сказано Бамидбар 19 Дробь 2 Это Хука Торы Раша Объясняет Поскольку Сатана И Народы Высмеивают Израиль Говоря Что Это За Заповедь Какой В ней Смысл Бог Написал Хука Как Бы Говоря Это Божественное Постановление И У вас Нет Права Обсуждать Его И Правда Зачем Бог Дал Нам Хукин Если Над Ними Смеются Сатана И Народы Дело В том Что В Хукин Есть Свой Смысл Так же Как И В Самой Рыжей Телице Смотри Раши Там же Тора Не Объясняет Их Логику Именно Для Того Чтобы Они Действовали Как Безоговорочные Приказы Хукин Это Прототип Всех Прочих Заповедей Они Напоминают Нам Что Мы Должны Принимать Все Заповеди Как Ярмо Небо Даже При Том Что Иногда Нам Может Казаться Что В Какой-то Заповеди Недостает Здравого Смысла Наши Мудрецы Учат Цитата Вы Вы Должны Быть Святы Для Меня Ибо Я Господь Свят И Отделил Вас От Народов Чтобы Вы Были Моими В Икра 20 26 Раби Раби Элазар Бен Азария Сказал Откуда Я Знаю Что Человек Не Может Сказать Я Не Хочу Надевать Шат Нес Одежды Из Шерсти И Льна Есть Свинину И Иметь Недозволенные Связи Но Вместо Этого Должен Говорить Я Действительно Желаю Этих Вещей Но Что Я Могу Сделать Мой Отец Небесный Постановил Что Я Не Должен Говорится Я Отделил Вас От Народов Чтобы Вы Были Моими Отделив Себя От Греха Человек Принимает На Себя Ярмо Неба Торат Куанин Кедошин 9 Из этого Следует Что В виде Заповедей Израиль Получил Награду Зыхуд От слова Зака Чистый Мудрецы Продолжают Сказано Только Будь Тверд Чтобы Не Есть Кровь Ибо В крови Жизнь Дворим 12 23 Если Мы Имеем Награду За то Что Воздерживаемся От Крови Что Кажется Человеку Отвратительным Тогда Насколько Больше Будет Вознагражден Человек Его Дети И все Потомки До конца Времен Если Он Воздерживается От Воровства Или Недозволенных Связей Всего Что Человек Жаждет И Вожделеет Раби 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 Хания Бен Акаш Я Сказал Хотел Творец Очистить Израиль Поэтому Дал Ему Тору Из Заповеди Макот 23 Бет По мнению Мудрецов Здесь Заложен Важнейший Принцип Многие Заповеди Просто Дублируют То Что Человек И так Считает Правильным Сообразно Своей Природе Например Для нас Отвратительно Есть Кровь А почитать Родителей И не Воровать Мы считаем Естественным И нравственным Однако Если Человек Исполняет Заповеди Просто потому Что считает Их Логичными А не Потому Что Это Приказ Бога Он Не Достигнет Той Святости Которая Обретается Через Борьбу С похотью Высокомерием И эгоизмом Человек Духовно Растет Только Тогда Когда Выполняет Заповеди Потому Что Ему Приказано Это Делать Иными Словами В Заповеди Воздерживаться От крови Бог Превращает Инстинктивный Человеческий Порыв В инструмент Для борьбы С эгоизмом Это И имел Ввиду Раби Ханания Бен Акашья Когда Сказал Что Бог Пожелал Дать Израилю Награду Лехакот Это Это Слово Означает Не Только Вознаграждение Зхуд Но Еще И Зах Чистоту Бог Пожелал Очистить Израиль Выплавить Из него Шлак Эгоизма Таким Способом Бог Намеревался Освободить Человека От Эгоизма И Обуздать Его Животное Начало Заставляющее Принимать Все Решения В согласии С собственными Мыслями И Ощущениями Когда Человеком Руководят Только Заповеди Бога Тогда Он Очищается И Духовно Растет Выполняя Тем самым Своё Предназначение Мудрецы Сказали Какое Дело Богу В том Что Человек Выбирает Кошерное Животное Или Некошерное Режет Его Кошерным Способом Перед Потреблением Или Просто Убивает Разве Это Помогает Богу Разве Это Ему Вредит Царь Соломон Сказал Притчи 9.12 Если Ты Мудр Ты Мудр Для Себя Заповеди Были Даны Только Для Того Чтобы Очистить Израиль И Человечество Танхума Шамени 8 Подчинение Заповедям И покорение Эгоизма Очищает Исправляет Освещает И возвышает Человека Вот Что Главное Учение Торы В том Что Когда Человек Выполняет Каждую Из 613 Заповедей Правильно Искренне И с Любовью Полностью Без Скрытых Мотивов Он Заслуживает Жизнь В Будущем Мире Наши Мудрецы Так Комментируют Стих Дворин 31 Дробь Собери Народ Мужчин Женщин И Детей Хагига Три Алев Цитата Зачем Приходили Дети Чтобы Дать Награду Тем Кто Их Привел А нет Цитаты В одном Комментарии Задается Вопрос Ялку Удга Урим Какой Смысл Приказывать Брать С собой Детей Поскольку Пришли Все Взрослые То Разве Они Могли Оставить Маленьких Детей Дома Ничего Не Оставалось Кроме Как Взять Их С собой Они Были Вынуждены Это Сделать И Дается Следующий Ответ Нужно Было Дать Награду Тем То Привел Их Тора Обращает Поступок Который Люди Сделали Бы В любом Случае В заповедь Таким Образом Делая Их Достойными Награды Получается Что Краеугольный Камень Всего Здания Торы На котором Покоятся Заповеди И без Которого Они Бы Разрушились Это Ярмо Неба И Абсолютная Преданность Богу И его Заповедям Если Это Соблюдается Мир Будет Существовать И дальше Если Нет Ашем Становится Эль-Шадаем Всемогущим Богом И угрожает Уничтожить Мир Шаббат 88 Алиф Бог Предъявил Вселенной Условия Если Израиль Примет Тору Ты Будешь Жить В противном Случае Я Восстановлю Хаос Конец Цитаты Мудрецы Также Пишут Мир Продолжает Существовать Только Потому Что Израилю Дана Тора Эстер Работи 7 13 Как Миру Невозможно Быть Без Ветров Также Миру Невозможно Быть Без Еврейского Народа Таанит 3 Бет Более Того Раби Шимон Бен Лакиш Сказал Танхума Берешит 1 Почему В истории Творения Сказано Йом Эхад Йом Хамиши И так Далее То есть Один День Пятый День Но Йом Гашиши Шестой День Почему Определенный Артикль Эхей Числовое Значение 5 Нужен Здесь И больше Нигде Это Учит Нас О том Что Бог Поставил Вселенной Условия Если Израиль Примет Тору С ее Пятью Книгами Хорошо В противном Случае Я Восстановлю Хаос Конец Цитаты Здесь мы видим Что мир был создан Только для того Чтобы человек Исполнил Тору Принял Лермо Небо В полной Покорности И преданности И победил Свой эгоизм Очистившись От неправильных Желаний Корень Всего Сегодняшнего Зла Идол В святилище Величайшая Угроза Всему Миру Это Сомнение В подлинности Торы И ее Заповедей А также Понятий Мыслей И свойств Эта Угроза Исходит От тех Кто Дерзко Или Непреднамеренно Смешивает Божьи Качества Как Выразился Ави Эзри Одни Придерживаются Того Или Иного Качества В неправильном Месте Или В неправильное Время Другие Подделывают Или Искажают Божественные Понятия Извращая Заповеди Третьи Делают Все это Вместе Объявляя При этом Что их Действия Соответствуют Подлинной Торе Из-за Этой Болезни Из-за Этой Дерзкой И злобной Фальсификации Тора Сегодня Обличена В мешковину И прах Одно Дело Богохульно Отрицать И само Существование Бога Или Небесное Происхождение Торы И совсем Другое Подделывать Тору И разрушать Ее Изнутри В первом Случае Критика Исходит Извне И пропасть Между ней И Торой Очевидна Во втором же случае Критика Звучит Уже В нашем Духовном Лагере И в силу Этого Претендует На полную Легитимность Если Еретику Просто Неинтересно О чем Говорит Тора Поскольку Он ее Презирает То Фальсификатор Облачается В талит Искажения Он Подделывает Качества И мысли Бога И результат Выдает За подлинную Тору Поскольку Такой Человек Отбросил Небесное Ярмо Он Начинает Подделывать Тору Что не может Не угрожать Ее Подлинности Нет Большей Угрозы Чем Стирание Грани Между Истиной И ложью Когда Бог Приказывает Убить Ложных Пророков Он Говорит Этот Пророк Или Провидец Должен Быть Предан Смерти Потому Что Он Произнес Лож Против Господа Твоего Бога Дворим 13 6 В Орагахаим Сказано Сифри Утверждает Что Произнесение Лжи Означает Подделывание Божьих Слов И за Свой Подлог Он Умирает Конец Цитаты Заметим Подлог Карается Смертью Лжепророк Умирает Только потому Что Совершил Подлог Человек Подделывающий Тору Во много Раз Опаснее Еретика Как Уже Не раз Было Сказано Истина Основание Торы Не зря Мудрецы Говорят Шаббат 55 Алиф Божья Печать Истина Из всех Своих Качеств Таких Как Справедливость Доброта Милосердие И так далее В качестве Печати Бог Выбрал Именно Истину И неудивительно Если все Прочие Качества Не Покоятся На Истине Тогда Они Автоматически Тоже Являются Ложными Тогда Все Кому Не Лень Вздумают Перетолковать Божьи Качества На Новый Лад Тогда Справедливость Доброта Милосердие Все Станет Подложным Утратит Истинность Вот Почему Бог Сделал Печатью Именно Истину Чтобы Напомнить Нам Что Все Качества Должны Соответствовать Образцу Истины А не Служить Пустым Развлечением Для Обманщиков Важно Понимать Что Для Искажения Иудаизма Может Быть Немало Мотивов Но Каким Бы Ни Был Мотив Конкретного Человека Он Уже Поставил Собственную Волю Выше Бога Он Не Готов Принять Божье Ермо В полном Безоговорочном Послушании Раз Так Человек Становится Жертвой Страха Раб Царя Янная Совершил Убийство Янай Был Нечестивым Саддукеем Согласно Еврейскому Закону Поскольку Раб Нееврей Является Имуществом Хозяина Перед судом Должен Предстать Хозяин Шимон Бен Шета Председатель Саны Дрина Обратился К мудрецам Взгляните На него И мы будем Судить Его Янай Вышел И сел От Подсудимых Требуется Стоять Шимон Бен Шета Сказал Ему Царь Янай Встань И начнутся Свидетельские Показания Ты стоишь Ты стоишь Не перед нами Но перед тем Чье слово Создало Вселенную Конец цитаты Янай Ответил Я сделаю Это Но не потому Что это Говоришь Ты А потому Что это Говорят Твои Коллеги То есть Если Остальной Санедрин Прикажет Мне Встать Я встану Янай Посмотрел Направо И налево И все С обеих Сторон Спрятали Свои Лица В страхе Шимон Бен Шета Сказал Им Неужели Вы Питаете Мысль Спастись Спрятав Головы И таким Образом Не приказав Ему Встать Владыка Мысли Придет И накажет Вас Санедрин 19 Алиф Бет Если Страх Перед Смертным Царем Сковал Даже Великие Кедры Санедрина То можно Ли Надеяться Что Его Избегнут Простые Люди Как Быто Ни Было Искажение Божьих Заповедей Огромный Грех За Который Мудрецы Заплатили И Немедленно Явился Господь И ударил Их О землю И они Умерли Там же Это Было Справедливое Наказание Они Из Страха Опустили Взгляд К земле И Бог Которого Они Не боялись Наказал Их Они Упали На эту Же Землю Искажение Галахи Может Стать Следствием И Противоположного Качества Неуместной Любви Так Агриппа Был Хорошим Царем В Израиле Его Любили Но Он Был Потомком Ирода А Еврейкой Была Только Его Мать Однажды Этот Хороший Царь Который Ходил Божьими Бутями И Благоволил Израилю Выполнил Заповедь Ахель Собирание Народа Раз в Семь лет На праздник Суккот При этом Он Даже пошел Дальше Чем требует Закон И сам Зачитал Фрагменты С Торы Цитата Царь Царь Грипа Встал Взял Свиток Торы И прочитал Его Стоя И мудрецы Прославили Его Когда Он Дошел До слов Ты не можешь Поставить Нееврея Над собой Дворим 17-15 У него Потекли Слезы Он Знал Что Не Подходит В отличие От других Официальных Лиц Царь Должен Иметь Обоих Еврейских Родителей И мать И отца Сватрита Сафот Сота 41 Бет Народ Сказал Ему Не бойся Царя Грипа Ты Наш Брат Мы Читаем В тот Момент Евреи Подверглись Уничтожению Залезть Агриппе Сота 416 Цитата Из Раби Натана То есть За свое Любящее Отеческое Отношение К нему Тогда Так как Бог Требовал Сместить Его С должности Даже Несмотря На Его Праведность В Иерусалимском Талмуде Говорится Сота 7 7 Многие Умерли Умерли В тот День За то Что Льстили Ему Иногда Бывает Так Что Мы Любим Кого-то Так Сильно Что Закон Начинает Казаться Нам Слишком Жестоким И мы Идем На Осознанное Искажение Голохи Это Огромный Грех Следствие Отказа Принять Ярмо Неба Другой Путь К искажению Иудаизма Отказ От критики Израиля За его Грехи Этим Грешили Даже Великие Лидеры Израиля Как Мы Читаем У Еремии Плач Еремии 1.6 Ее Князья Стали Как Один Наши Мудрецы Комментируют Эхо Ромати 1.33 Почему Израиль Сравнивается С оленями Симон Сказал Как олени Прячут Голову Один Под другого Во время Жары Так же Великие Мужи Израиля Видели Зло И отвращали Свой Взгляд Бог Сказал Им Придет Время Когда Я поступлю С вами Точно Так же Иезеки Иезеки Не предупрежден Тоже Тоже Часть Них Бог Бог Целует Того Кто Реагирует Правильно Притчи 28 Дробь 23 24 Дробь 24 Тире 26 26